Здравствуйте, Майя! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости, тем более вы сейчас гость в нашей республике. Я хочу поговорить с вами, естественно, о вашем творчестве. Вы очень творческий человек, матово, что вы музыкант, вы преподаватель одаренный, вы лауреат всероссийских престижных конкурсов, но все-таки хочу вернуться к истокам. Насколько я понимаю, вы музыкой занимаетесь с самого детства. Какой был путь ваш в эту профессию? Мой профессиональный путь начался еще с детского возраста, обучения музыке, именно занятия творчеством. Я начала примерно с возраста официального. В школу я начала ходить музыкальную с 9 лет. До этого я играла на инструменте, на котором играла мама. Она была самоучка, она для себя играла на старинной гармошке, так скажем, на старинном инструменте. И я смотрела, как она играет, и я сама тоже потихонечку начала брать этот инструмент и подбирать на слух. Мама решила мне отдать музыкальную школу. У нас тогда в Кашхабле на тот момент школа только открылась, и, соответственно, условий как таковых еще не было. Инструменты были старые, но, как говорится, желание было огромное научиться. И я даже не знала, если честно, что меня мама отдала в школу. Только потом, когда она меня зачислила, поговорила с преподавателем, на тот момент мой первый педагог Озова Люси Сагидовна, за что ей огромное спасибо. Мама с ней поговорила и дали добро, как говорится. Причем зачисление было не с сентября, как у всех бывает, а с января месяца. Я полгода отучилась, но за эти полгода я освоила программу очень хорошо, и за счет чего она решила мне, что надо учиться не в первый класс поступать, а перейти сразу во второй. Настолько быстро я осваивала инструмент. И можно сказать, что именно с этого момента начался мой творческий путь, именно занятие музыкой. То есть, получается, выбора профессии перед Вами в школе не стояло? Ну, можно сказать, да. Вот именно занятие в музыкальной школе определило моё дальнейшее, так скажем, будущее, дальнейшую судьбу. То есть я вообще ни минуты не сомневалась, что я буду заниматься именно творчеством, именно музыкой. Вплоть до окончания школы я ходила в музыкальную школу. На каких музыкальных инструментах Вы играете? Я играла, училась в музыкальной школе и на аккордеоне, и на гармошке, но потом, после окончания школы, я поступила в колледж именно по аккордеону. А так я, кроме этих двух инструментов, я ещё владею инструментом фортепиано. А какой музыкальный инструмент Вам больше всего по душе? Всё зависит, наверное, от направления, от жанра. Но если, допустим, классику играть, я всё-таки люблю играть на аккордеоне на своём родном инструменте. А так, если народную музыку, то я предпочитаю играть на национальной гармонике. Поэтому всё зависит от жанра, именно вот что хочется играть. Майя, скажите, пожалуйста, как музыка влияет на жизнь человека, на жизнь обычного человека? Как игра на музыкальных инструментах влияет на человека? Ну вот Вы знаете, я до недавнего времени, я думала, что вообще, в принципе, занятие музыки, музыка, так скажем, для кого-то это занятие, так скажем, развитие для себя, а кто-то занимается профессионально уже этим. Недавно я прослушала лекцию профессора-филолога, очень умного человека, Татьяны Черниговскую. И она сказала такую вещь, что музыканты, то есть неважно, ты вокалист или певец, или хореограф, неважно, какой, так скажем, профессией ты занимаешься, связанной с музыкой, у них настолько благоприятное влияние оказывает музыка на мозг, что она, как бы, так скажем, такие болезни, как болезнь Альцгеймера, она как бы откидывает на много лет вперёд. То есть человек, который, грубо говоря, занимается музыкой, творчеством, они реже болеют, да, вот так скажем. Они даже на физиологическом уровне оказывают очень благоприятное влияние. Плюс творческое развитие, творческое мышление, которое очень хорошо помогает в жизни, да, вот, то есть необязательно творчество можно применять в музыке, творчество можно применять и в других сферах жизни, когда, допустим, в жизни складываются какие-то нестандартные ситуации, ну, в жизни же она бывает многогранная, да, как мы знаем с вами, где нужно иногда находить такой творческий подход, и благодаря чему вот такому творческому мышлению мы, так скажем, находим способы их решения. — Чем для вас лично музыка важна в жизни? Вот что вы хотите донести, что вы хотите ею сказать? Мне кажется, это всё-таки как-то связано с этническими какими-то мотивами. Мне кажется, вот у вас есть какое-то желание, слушая вашу музыку, я понимаю, что вы хотите возродить какие-то традиционные наши мелодии. — Ну да, это, знаете, вот особо очень остро ощущается, когда ты находишься не на своей родине, так скажем, да, в другом городе, в большом. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это там тоже востребовано, потому что там очень много молодёжи, которые приехали из Северного Кавказа. И находясь какое-то время в Москве, я поняла, что когда ты встречаешься с ними на мероприятиях, на концертах, да, вот на различных, ты начинаешь вот на это всё смотреть и понимаешь, что это очень актуально, и этого не хватает. Я поэтому решила, что нужно развивать именно вот эту этническую музыку и вот это направление. — Майя, скажите, имеет ли смысл такое понятие, как современная музыка, или настоящая музыка, она вне времени? — Да, современная музыка, знаете, тоже бывает разная, но моё мнение я скажу просто. Я считаю, что любая музыка имеет место быть, если она не вредит, в принципе, да, не наносит вред, потому что мы с вами знаем, что современная музыка, она может быть разная, с разным смысловым содержанием, с разным текстовым содержанием, да. То есть я считаю, что не всё… Я очень люблю современную музыку, то есть я не консерватор такой, который всё отрицает, но я считаю, что нужно выборочно это всё смотреть и, безусловно, очень много современной музыки прекрасной, да, вот. Я, допустим, люблю, когда вот музыку кинофильмом, да, вот делают в современной обработке, аранжировке, я с удовольствием слушаю, и это, если сделано прекрасно, профессионально, я очень люблю такое слушать. А когда откровенно это идёт, ну, так скажем, по зарез моим таким внутренним ощущениям, я такое не слушаю. Но я, как бы, своё мнение не навязываю никому, это просто мой выбор, и вот как-то так, в общем. Я знаю, какое-то время вы работали дирижёром оркестра. Хочу вас спросить, почему так мало женщин-дирижёров? Ой, вы знаете, я считаю, что… Ну, я работала, да, в колледже года три, по-моему, дирижёром, именно вот в качестве дирижёра. Мне эта работа очень нравилась, но спустя какое-то время я поняла, что она требует очень много энергии, она очень энергозатратная. Хотя игра на инструменте тоже энергозатратная, но там часто другая группа мышц. И, как мне кажется, вот в данный момент, что дирижёр должен обладать очень сильной энергией, чтобы суметь повести за собой целый оркестр. То есть это требует затрат очень большой энергии. Поэтому, мне кажется, вот чисто вот исходя из этого, возможно, и женщин-дирижёров меньше. Майя, давайте поговорим о вашей преподавательской деятельности, которая тоже занимает большое место в вашей творческой жизни. Как вы помогаете своим ученикам, студентам обрести свою индивидуальность? Я работаю преподавателем. Вот в этом году исполнилось 12 лет уже, как я работаю педагогом. Конечно, когда ты только начинаешь этот путь, ты многих вещей не знаешь, не понимаешь. И нас обучали, какая методика должна быть примерно плюс-минус. Но на практике, как обычно бывает, всё складывается всё по-другому. Потому что каждый ребёнок, каждый студент, я просто работала и с детьми, и со студентами, это личность, отдельная личность, к которому нужно находить подход. То есть тут нужно смотреть не только на способности ребёнка, индивидуальные особенности, темперамент, учитывать, какая нервная система, психика. То есть там очень много нюансов, опираясь на которые, нужно добиваться вместе результатов. И тут нужно исходить из того, что нужно мотивировать детей. Это тоже с опытом работы приходит. Нужно понимать, как нужно уметь мотивировать детей, чтобы у них не пропадало желание заниматься музыкой. Я работала с разными детьми, с разными способностями. И я считаю, что очень важный момент такой — суметь работать не только со способными детьми, у которых ярко выраженные способности, а даже с теми, у которых менее способные дети, но при этом стараются. То есть за счёт каких-то других качеств уметь поддержать их, чтобы они не бросали музыку и дальше продолжали заниматься. Среди своих учеников я хотела бы ещё поделиться. Так скажем, один очень талантливый ученик есть у меня. Ну, был. Так скажем, я его обучала, когда я работала в Краснодаре. Он очень яркий. Зовут Валерий Шахназаров. Очень талантливый ребёнок. На тот момент он был маленький. Сейчас-то он вырос, понятное дело. Я, когда уезжала, мне было сложно принять решение уволиться из этой школы и переехать в Москву. И, соответственно, и прощание было, так скажем, не самым простым. Но я его передала в надёжные руки своему преподавателю. Мой педагог, у которого я училась в консерватории, он работает в этой школе. Это Константин Анатольевич. Сейчас они меня благодарят. И они говорят огромное спасибо, что вы, так скажем, передали нас Константину Анатольевичу. Это опытный, очень мудрый, очень талантливый преподаватель. И сейчас он показывает ещё больше успехов. На тот момент он также ездил по конкурсам, показывал очень большие результаты. Совсем недавно, в этом году, в Москве состоялся очень большой конкурс, грандиозный, основанный Войтенко. Это участник ансамбля «Баян Микс». Конкурс назывался «Виват Баян». Вот он туда приезжал, продемонстрировал очень яркую игру. И до этого он участвовал тоже в очень многих конкурсах. И, так скажем, показывает очень хорошие результаты, чему я очень рада, очень горжусь. Да, то, что вот этот ученик замечательно у меня учился, а сейчас он учится моего замечательного педагога и продолжает эту деятельность. Вы рассказали о том, что вы были во многих местах, гастролировали, много чего видели. И все-таки я хочу у вас спросить, с кем вас сводила судьба? Какие гастроли или какой концерт был, наверное, самым значимым, самым запоминающимся в вашей творческой жизни? Да, вот я, пожалуй, выделю. Вот то, что я ранее говорила, это выступление в Китае вместе с представителем из Краснодарского края на тот момент. Было очень, так скажем, очень значительное событие. Из представителей из Краснодара мы поехали с концертом в Китай. Мы там побыли в целом где-то недели-две. Мы там выступали с концертами. Там были русскоговорящие люди из Китая. То есть там мы вообще выступали в городе Харвин. Это побратимый город с Краснодаром, считается русскоговорящий, бывший город. И, соответственно, русскоговорящих было много. И нас встретили с огромным, так скажем, восторгом. Всем всё нравилось. Но мне больше запомнилось почему-то поездки в Германию. Это был 2018 год, как раз до ковида. Мы давали один концерт. Был полный зал и вообще абсолютная тишина. Настолько это поражало. Причём мы играли и классическую музыку, и современную музыку. То есть они отправляли свой запрос, свои пожелания. Мы с ними согласовывали репертуар. И, соответственно, согласовав с ними репертуар, мы потом это всё играли на сцене. Было очень, мне прям очень понравилось. Я это запомнила. И сама публика очень такая интеллигентная, запоминающаяся. Они хорошо встретили, хорошо нас провели. Мы смотрели балет «Русалку». То есть у нас были сопровождающие люди, русскоговорящие в Германии, опять же. Они нам всё показывали, рассказывали. То есть эти дни были очень яркими, запоминающимися. И второй запоминающийся момент — это, наверное, выступление в консерватории Чайковского. Я как-то, вот помню, проходила это здание, я про себя говорила до этого выступления, что было бы здорово выступить здесь. Но я понимала, что, ну, как это произойдёт, я даже не понимала. Но и спустя какое-то время оно и произошло, чему я была очень рада, конечно же. Там зал просто потрясающий, акустика. И у нас осталась звукозапись профессиональная. Там всё слышно, вот прям от и до. Ну, видно, что был профессиональный подход. Вот. А насчёт знакомства, мне запомнилось знакомство с представителем нашей адыгской организации Юрия Агирбов. Он проживает в Москве. Он отсюда сам, скажем, с Карачаева, Черкесия. Он живёт в Москве. Один раз нас пригласили, сообщество, так скажем, московских адыгов, нас пригласило выступить в Москве. В ресторане «Высота», может, вы знаете. Вот. Основанный тоже, кстати, адыгским человеком влиятельным. Вот. И нас попросили выступить в Москве, в таком замечательном месте. Причём я выступала с победителем шоу «Голоса», с Киром Бербековым. Тогда я с ним первый раз познакомилась. Получается, он тоже замечательный человек. Вот. И с Юрием Агирбовым. То есть в одном месте вот такие замечательные знакомства, они как-то, знаете, оно как-то само собой получается. И в дальнейшем, естественно, это всё укореняется. Потом мы связи эти поддерживаем. И вот такое впечатление они оказали. С какой целью вы приехали сейчас на родину? Вы давали концерт или что? Да. У нас был концерт с Ренатом Уромовым. Мы выступали. Ну, у меня сейчас отпуск. И, как говорится, решили приятное с полезным сочетать. И вот решили выступить, дать концерт небольшой. И мне кажется, он прошёл с большим успехом. Мы, кстати, с Ренатом выступали в прошлом году в консерватории имени Чайковска. Это в Москве. И тоже был такой большой успех, я считаю, потому что у нас и записи осталось. Людей было очень много, полный зал. Было очень интересно. А так, если есть возможность, я когда приезжаю сюда на родину, мы стараемся вот так на различных мероприятиях выступать тоже. Майя, на что направлена Ваша основная деятельность сейчас? И поделитесь планами своими творческими. В данный момент я работаю преподавателем, продолжаю преподавательскую деятельность в школе искусств в Москве, детской школе искусств. Я работаю с детьми. Ну и параллельно веду частные уроки со взрослыми, да, вот желающие, кто хочет. У меня, допустим, я ещё веду дистанционно, то есть онлайн я тоже с детьми работаю, со взрослыми. У меня есть ученики, допустим, из Северной Осетии. Другая девочка у меня была из Севера вообще, тоже научилась буквально за год. Она ни разу не держала гармошку. Вот за год она очень много чего научилась играть. Вот, и в этом году я основала свой этнический ансамбль. Уже в процессе разработки это всё идёт. Вот, ну вот, хочу ещё заниматься исполнительской деятельностью всё-таки. Ну, мне педагогика тоже нравится, но мне и играть тоже нравится. Ну, как-то 50 на 50 получается. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам, конечно, творческих успехов. И приезжайте к нам почаще.